Девушки отдыхают Тут у нее и стол, и дом Не пропадет А что с Цири? Я же тебе сказал, это совсем другая история Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь Я сочувствую твоей утрате, но Так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали Предлагаю уговор Найди моих близких, а Я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь Я тебе помогу Я найду твою семью, но потом Ты расскажешь мне все, что знаешь Вот тебе мое слово Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуне Акспу землю провалились Что значит пропали? Ну, пропали Я утром просыпаюсь, а их нет Прежде чем я начну поиски, мне надо знать, как они выглядят Тамаре, доченьке моей, по весне 19 исполнилось Тоненькая Ростом мне вот так вот, на плеча И глаза у нее зеленые, как у матери А жена моя, Анна, она пятый десяток уже разменяла, но Никогда в этом не признается Волосы у нее густые, как смола, темные Она их завязывает в узел на затылке Ты пробовал их искать? Я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся Последний мешок зерна у мужика Вот они из-под земли достанут А человека в жизни не найдут А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса Полно укромных мест Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте Что это значит, в таком? У них тут было все, что душа пожелает Перепелки на обед? Пожалуйста Голубые ленты из тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей Они твоим женщинам Не докучали? Не, они те еще разбойники, но свое место-то знают Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою Я с него шкуру спущу Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Все было как обычно Мужики раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца А раньше там еще какую-то девоньку Но в Велине это обычное дело А мои женщины Анна, как всегда, тихая, как мышка Тамара занята своими делами Ничего необычного Возможно, их похитили У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичьев всякой там недоебки На мою семью ни один не осмелится руки поднять А те, что могли бы осмелиться Давно уже червей кормят Этого все еще мало Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы Я чужим не позволю рыться в их вещах Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу Тогда не мешай работать Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду Все равно дверь открывать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!